Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить диетическую пиццу. Я на самом деле огромный любитель фастфуда и было даже время, когда мы с мужем ходили чуть ли не каждый день вообще на пиццу. Но после того, как я поняла, насколько это вредно все-таки для меня, я начала искать какие-то рецепты пиццы из правильного питания. И сегодня я вам предложу именно такой рецепт. Для его приготовления в первую очередь мне понадобится порядка полукилограмма куриного фарша. Также можно взять обычную куриную грудку и это все растереть в блендере до однородной массы. Также нам понадобится одно яйцо на это количество мяса. И все ингредиенты для начинки, которые нам понадобятся, я буду использовать помидор, также шампиньон, моцареллу. И нам, собственно, еще нужно будет приготовить соус. Для этих целей я возьму масло, чеснок, также у меня здесь цельнозерновая мука и 100 мл молока. Давайте приступим к основе нашей пиццы. Сегодня пицца у нас будет состоять не из теста, а из куриного фарша. Из-за того, что тесто мы в этом рецепте не используем, получается, что эту пиццу запросто можно есть на ужин, даже перед сном. Белков и простых углеводов. Первое, что я делаю, это разбиваю сюда яйцо. И здесь все будет так, как в обычных котлетах, по сути. То есть нам нужно размешать яйцо с фаршем до однородной массы. Сейчас тесто получается достаточно жидким, но это из-за того, что в нем очень много воздуха. Если вы знаете, любой фарш лучше отбивать вот таким вот образом. Такие движения выбивают лишние пузырики воздуха из мяса, и оно становится немножко более плотным. Вот уже буквально пару раз я его отбила, и оно уже у меня получается намного более плотным, что нам, собственно, и нужно. Особо какие-то специи я не люблю добавлять именно конкретно к курице. Все, что я делаю, это просто слегка посолю фарш. Но если вы хотите, вы можете добавить сюда и соевый соус, и какие-то специи по вашему вкусу. То есть все, что угодно здесь, полет вашей фантазии. Теперь я возьму буквально совсем чуть-чуть оливкового масла, и буквально капельку на противень налью, там где будет запекаться наша пицца. И хорошенько это все размажу по всей форме, чтобы у меня ничего не прилипло и все равномерно запеклось. Теперь я беру фарш, и моя задача ровным слоем это все выложить по форме. То есть, если вы еще не поняли с моего предыдущего объяснения, это и послужит тесто нашей пиццы. Все, теперь мне осталось эту основу отправить запекаться в духовку. Мне нужно минут 15, где-то приблизительно, чтобы этот фарш схватился. После этого я его достану и покажу, что будем делать дальше. И пока у нас запекается наше тесто, самое время подготовить соус. Изначально ставлю сковороду на разогрев. И теперь возьму чесночок, и мне нужно его как-то мелко постараться нарезать. Не слишком мелко, но достаточно мелко. Потому что это будет тоже как бы в нашем соусе. Теперь готовим соус по принципу башамель. Здесь у меня 25 граммов масла. Я взяла наименьшей жирности, которую я только могла найти. И это масло отправляется у меня в сковороду. И я начинаю вот здесь плавить. С башамель надо очень быстро работать. Потому что если сгорит, то все, уже как бы время утеряно. Добавляем сюда 25 граммов муки. И также начинаем быстренько обжаривать. На этом этапе добавляем наш чеснок, чтобы он начал пускать аромат. Мука слегка обжарилась. Теперь самое время доливать молоко. Здесь у меня 100 миллилитров. И здесь очень важно хорошо все вымешать, чтобы не было комочков у нас в соусе. Если вдруг комочки у вас все-таки будут, то можно просто в блендере потом еще это все размолоть до однородной консистенции. И ждем, пока соус начнет загустевать. Тесто наше уже практически там подзапеклось. Теперь самое время нарезать наши ингредиенты, которые мы сверху на пиццу будем выкладывать. Я начну с гриба. И, наверное, я думаю, что его я больше всего возьму. Мне кажется, что курица с грибами это как раз, знаете, классическое такое сочетание. Грибов можно и побольше. Так же я нарезаю помидор. Я буду нарезать полуколечками. И последний наш ингредиент это моцарелла. Моцареллу просто кружочками буду нарезать. Теперь самое время достать нашу пиццу из духовки. И сейчас мы продолжим ее оформлять. Берем наш соус. Выкладываем. Соус не жалеем. Если вы чувствуете себя совсем лениво, можете этот соус заменить на томатную пасту. И теперь в хаотическом порядке, в произвольном, как вам нравится, выкладываем все наши ингредиенты. Как я уже сказала, здесь все зависит от того, что вы любите. Нет каких-то правильных и неправильных ингредиентов. Складывайте на пиццу то, что вам конкретно сейчас хочется. В качестве специи я буду использовать классику. Это базилик и оригана. Вот это у меня базилик пошел. Сейчас мы добавим еще оригана. И последнее, что нам осталось, это выложить моцареллу. Сначала на углы, а потом на серединку. Все, теперь отправляем нашу пиццу еще минут где-то на 15. Ну вот и все. Наша пицца полностью приготовлена. Самое время позвать друзей, разделить с ними это удовольствие. Или можете слушать сами, если того желаете. Я вам признаюсь честно, я ем приблизительно где-то половину, наверное, этой пиццы на ужин. И еще ни разу не поправлялась. Если вы будете готовить по этому рецепту, обязательно выкладывайте его в инстаграм с хэштегом КП Бьюти Бенефиц. Я буду с огромным удовольствием смотреть ваше творение. И мне безумно приятно, когда я вижу, что меня отмечают на каких-то рецептах. Я знаю, что это по моим рецептам приготовлено блюдо. Обязательно оставляйте комментарии, пальцы вверх ставьте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать в будущем видео. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!